Это пульсняем и продолжаем. Соединенные Штаты внимательно следят за ситуацией, разворачивающейся вокруг Тайваня. Об этом накануне заявил госсекретарь Энтони Блинкин. При этом коммунистическое правительство в эскалации ситуации обвиняет Вашингтон. Повод проход американского военного корабля в непосредственной близости от острова. Маневр был совершен в конце прошлой недели. Нас действительно беспокоит нарастающая агрессивная активность официального Пекина, направленная против Тайваня. Таким образом, напряжение в проливах лишь нарастает. У нас есть обязательства перед Тайванем в соответствии с законом о наших взаимоотношениях. И я напомню, двухпартийное обязательство. Блинкин также напомнил, в свое время власти КНР не поставили глобальное медицинское сообщество в известность о появлении нового коронавируса. Такие действия в итоге привели к серьезному ухудшению ситуации. Итак, что происходило на минувших выходных в акватории Южно-Китайского моря? По информации СМИ КНР, авианосец ВМС Ляо Нин завершил недельные маневры возле Тайваня и в минувшую субботу вошел в акваторию водоема. Впрочем, официально эту информацию пока никто не подтверждал. В свою очередь, экспедиционная ударная группа Соединенных Штатов, возглавляемая атомным авианосцем Теодором Рузвельтом и десантом кораблей Мейкином Айлендом, там же провела учение. В составе группы ВМС США были включены эсминцы и амфибийные десантные корабли, а на их борту находятся сотни морских пехотинцев. Еще есть истребители F-35 и вертолеты поддержки. Дальше цитата. Экспедиционная ударная группа в полной мере демонстрирует, что мы поддерживаем наличие силы, готовые к бою, способные отвечать на любые чрезвычайные обстоятельства, сдерживать агрессию и обеспечивать региональную безопасность и стабильность ради свободного открытого Индо-Тихоокеанского региона. Это слова командующего амфибийной группы капитана Стюарта Батичански. К слову, одновременное присутствие авианосных групп Соединенных Штатов и Китайской Народной Республики в Южно-Китайском море является редким явлением. Напомним, в июле прошлого года Соединенные Штаты официально отвергли претензии Китая на ряд территорий в акватории этого водоема. Соединенные Штаты обвиняют Пекин в том, что он создал на спорных островах военные базы, и это нарушение международных законов. Конфронтация по линии Вашингтон-Пекин набирает обороты не только в военном секторе. Представители скандально известной фирмы Huawei накануне пожаловались. Соединенные Штаты их обидели экономически. «Для Huawei наступила эпоха неопределенности. Она сочетает в себе геополитическую ситуацию и пандемические обстоятельства, а также санкции США, которые были введены против нашей компании. Устойчивость бизнеса для нас сейчас главный приоритет, поэтому, начиная с прошлого года, мы оптимизируем наш промышленный портфель, чтобы повысить показатели промышленной устойчивости». С промышленной устойчивостью, вернее, с ее продуктами в Китае в последнее время, откровенно говоря, дела обстоят плохо. Вакцины против коронавируса не дают очень высокую степень защиты. Это следует из заявления директора Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая Гао Фу. Его слова передает агентство Associated Press. Он также заявил о преимуществах МРНК вакцин, к которым относятся в частности Pfizer и Moderna. Позднее Гао Фу уточнил. Он говорил об эффективности вакцины во всем мире, а не только в Китае. При этом чиновник КНР не ответил на вопрос, какие именно прививки подразумевались. К слову, в его родной стране для применения сейчас одобрены аж целых пять вакцин, среди которых небезосвестные Синовак, Синофарм и Консио. И ни одна из них не относится к типу МРНК вакцин. Эффективность китайских микстур, по данным разработчиков, варьируется от 49 до 79%. Эффективность препаратов Pfizer и Moderna превышает 90%. Считается, что вакцину целесообразно использовать, если ее эффективность выше 50%. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая, на начало апреля как минимум одну дозу вакцины против коронавируса получили почти 100 миллионов жителей страны. Соседняя с Китаем Индонезия ожидает результатов клинических испытаний по смешиванию нескольких вакцин. Исследования сейчас проводятся в КНР. Как замечается, это делается для повышения эффективности, которое в настоящее время, мягко говоря, относительно низко. А Гонконг тем временем ослабит некоторые меры по борьбе с коронавирусом для жителей, которые прививаются с конца апреля. Новые требования также распространяются на прибывающих из других государств. Граждане страны с низким уровнем риска, то есть Сингапур, Новая Зеландия, Австралия, сейчас получают 14-дневный карантин, а не 21-дневный, как у других. О дальнейших послаблениях мы будем сообщать дополнительно. В итоге мы рассчитываем сократить сроки до 7 дней, но точные даты, когда это произойдет, я вам назвать не могу. Бары и пабы Гонконга в настоящее время, они закрыты, будут возобновлять свою работу поэтапно, при условии, что весь персонал и клиенты вакцинируются. С тех пор, как в феврале в китайском специальном административном районе стартовала программа вакцинации, она проводилась вяло из-за слабого доверия китайской вакцине Синовак и опасений побочных реакций. Только около 8% из 7,5 миллионного населения города были привиты к этому дню. Но вернемся к повестке Вашингтон-Пекин. Некоторые официальные лица Соединенных Штатов увидели в цифровом юане потенциальную угрозу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации издания, администрация Байдена боится, что таким образом будет дан толчок долгосрочной попытке свергнуть доллар с места доминирующей мировой резервной валюты. Чиновники Минфина, Госдепартамента, Пентагона и Совета национальной безопасности активизируют свои усилия, чтобы понять возможные последствия внедрения цифрового юаня. В частности, они хотят изучить пути распространения валюты и возможность обойти американские санкции с ее помощью. Вашингтон полагает, особенно важным является факт, какие последствия для мировой экономики и финансовой системы в целом могут проявиться в долгосрочной перспективе. Народный банк Китая – это один из нескольких мировых регуляторов, разрабатывающих собственную цифровую валюту. Этим же занимаются центробанки Швеции, Франции, России и еще нескольких государств. Цифровая валюта, как ожидается, будет схожа по своему функционалу с безналичными деньгами, однако формально будет являться третьим видом платежного средства в дополнении к существующим наличным и безналичным денежным операциям. При этом финансовые власти стран, разрабатывающих свою цифровую валюту, подчеркивают, что она не будет иметь ничего общего с криптовалютой, поскольку будет выпускаться единым эмиссионным центром в лице центробанка, в то время как главным признаком криптовалюты является ее децентрализованность. А криптовалюта китайская, китайский уайн будет привязан к Компартии КПК, правильно? Да, они уже даже выделили, как от криптовалюты оценили, это уже цифровая валюта. То есть есть, как вот в новом веке, да, в 21-м, мы видим, что многие войны ведутся вполне себе гибридно, это тоже такая гибридная экономика, совместить безналичный расчет в его классическом виде и криптовалюту. По сути, сделать криптовалюту подконтрольную государству, это теперь называется цифровым юанем, то есть мы видим, во что эта идея эволюционировала. И о чем это нам в первую очередь говорит? Ну, во-первых, у Пекина есть долгосрочная стратегия своего развития, и та конфронтация, которая сейчас происходит с Вашингтоном, конечная цель по замыслу китайской Компартии, вероятно, состоит в том, чтобы через некоторое количество лет, когда китайская экономика сравняется с американской, сделать так, чтобы международными расчетными средствами были именно их продукты. А не доллар. Да, это попытка торпедировать американскую экономику. Конечно, конечно. И постепенно, шаг за шагом, Пекин будет превращать цифровой юань в свое финансовое оружие против Америки. И, конечно, мы видим, что постепенно китайцы планируют захватить весь мир и планируют стать гегемоном во всем мире. Их не устраивает уже свой регион. Они хотят доминировать над всеми путем махинаций, включая финансовые. Недаром в свое управление Дональд Трамп, экс-президент, называл китайцев спекулянтами, потому что они в свое время играли на курсе юаня, что негативно сказалось на американской экономике и на торговой сделке, на первом этапе торговой сделки, которая была заключена представителем Минторга. Но сейчас важно, чтобы администрация Байдена понимала, что при всей такой лояльности, при всей такой размытости, при таких осторожных шагах, осторожных высказываниях, сейчас нужно научиться, наверное, не доверять китайцам, потому что, ну, я уверена, что Байден с его многолетним стажем работы, он знает сущность китайцев, которые могут сказать «да», потом могут через некоторое время отмолчаться и не ответить. То есть молчание будет ответом и так далее. То есть конкретики от них никакой ожидать нельзя. И важно вот эту битву, наверное, выстоять. Благо дело, что понимают в администрации, понимают в администрации, кем является Китай для США. Не противником, а конкурентом. Я думаю, что противником тоже в некотором смысле, потому что то, что происходит в Южно-Китайском море, попахивает началом боевых действий в том или ином виде. А то, как говорил Бринкин, Соединенные Штаты и Тайвань связывают взаимоотношения просто на уровне обещаний. Был принят закон о взаимоотношениях Соединенных Штатов и Тайваня. При этом, это интересно, то, что такая дипломатия. Дипломатия, она то и дипломатия, что, ну, раз она необъяснима. Логически необъяснима. Ибо формально пока что Америка продолжает придерживаться принципа единого Китая. В принципе, единого Китая подразумевает, когда-то, когда он закладывался, он подразумевал идею постепенной интеграции и объединения Тайваня и Китая в нечто одно. Но, как мы видим, сейчас во многом благодаря тому, что Тайбэй обжегся на опыте Гонконга, подобного рода идеи на острове уже не столь популярны. И там просто готовятся отражать военную атаку, если такая произойдет. Ну, и что нужно понимать, наверное, администрации в Вашингтоне, и это действительно та данность, которая есть. Вот буквально в первой части пульса дня, несколько минут назад, мы говорили о том, как собираются внедрять большой инфраструктурный план. И в этом большом инфраструктурном плане есть куча еще всего того, что не имеет отношения к инфраструктуре как таковой, то есть к дорогам, мостам, железным дорогам, авиации и так далее. Там, где есть какая-то человеческая инфраструктура, куда записана помощь инвалидам, никто не говорит, что им не надо помогать. Нет, там не то, что инвалидам. Там, возможно, будут привлекать инвалидов, которые хотят работать на удаленке. Их будут переучивать и обучать. Да, но это все входит в инфраструктурный план. Конечно, плюс интернет широкополосный. Да, интернет широкополосный. Но это все, то есть оно звучит красиво, но просто нужно понимать, что этот план презентовался именно как нечто, что должно бросить вызов Китаю. Да, и в этом плане мы не видим никаких глобальных амбициозных проектов внедрения. Мы не видим, чтобы последние разработки Илона Маска кто-то пытался внедрять, тот же скоростной поезд. А вот, пожалуйста, к вопросу об инфраструктуре. Что собирается недалеко от того места, где происходит сейчас эскалация водоема в Китае? Что делает Китай? То есть какие у него инфраструктурные планы? И здесь, конечно же, размах совершенно иной. Вот эта вот южная китайская провинция Хайнань, она сотрудничает с зарубежными партнерами из 180 стран и регионов мира. Чем интересна эта, скажем так, провинция? Да вот, собственно, тем, что там собираются строить огромный порт. И этот огромный порт должен стать таким новым хабом. Причем, как видят люди, авторы этого проекта, это не просто место, куда будут причаливать корабли для того, чтобы их загрузили и разгрузили чем-то. Это куда более амбициозный проект, предполагающий появление вокруг этого порта целого такого города с бизнес-инфраструктурой и абсолютно разными, как это называют экономисты, кластерами, в которых будет происходить развитие. И тут мы видим, что это в некотором смысле сравнимо с какой-то социалистической стройкой в духе Тольятти. Тольятти, может, не очень хороший пример формально, это перенесенный Ставрополь на Волге, но это возведение города с заново выстроенной инфраструктурой. И эта инфраструктура, конечно же, совершенно четко экономически ориентирована на планы Китая, быть гегемоном в мире, и едва ли кто сейчас эту историю способен остановить. Мы же здесь занимаемся латанием мостов и дыр в дорогах. Я думаю, что тут самый красноречивый пример, который можно привести. В продолжение темы, вообще, картина, конечно, была бы неполной, говоря об американо-китайских отношениях, если бы мы не вспомнили выражение Байдена, который в предвыборный свой период сказал, что с любым человеком, даже с самым плохим, можно всегда договориться. Но здесь администрация Байдена Харрис должна понимать, что с китайцами можно договариваться и делать это на протяжении многих и многих лет. И никакого договора в итоге не будет, потому что китайцы будут оттягивать тот момент, когда они скажут свое да или нет конкретное. Поэтому нужно, возможно, там задуматься в верхах, что может быть, допустим, ну вот как Питер Тиль предлагает, вот Питер Тиль, это нашим телезрителям, посоветуем ознакомиться с экспертным мнением, Питер Тиль это человек, который вместе с Максом Левчевым, Левчевым, если я не ошибаюсь, Левчиным, основал когда-то платежную систему Paypal. То есть человек рубит фишку, как говорят наши дети, и он понимает, что такое цифровой юань. Может быть, администрации Байдена Харрис потребуется помощь того же Питера Тиля, который говорит, ребята, ну хватит сацкаться с китайцами, нужно отменить TikTok, ну хватит, нужно вообще запретить финансистам и айтишникам каким-то образом коллаборировать с китайцами. Ну хватит Google и Facebook мотаться в Китай. А пока мы видим, что американские, многие вполне себе бизнесы сотрудничают с китайскими стартапами. Конечно, и фармкомпании. Мы знаем случаи, когда та же Pfizer вкладывает большие деньги в стартапы фармакологические китайские. И никто не запрещает это. Но, может быть, стоит сейчас, я не знаю, под каким-то, сквозь какое-то ушко игольное ушко посмотреть на ситуацию, и, может быть, такое... Может быть, произойдет чудо. Произойдет чудо. Но TikTok запретить надо, мне кажется. Есть анекдот про такую наивную зрительницу, которая просматривала фильмы «Ратичное средство». Очень часто ты его расскажешь в наших программах. Да, в конце все поженятся. Это мой любимый анекдот, но он очень злободневный сейчас, согласись, потому что нужны какие-то действия. Шаги конкретно. Запретить TikTok, чтобы наши дети действительно не были под лупой китайских военных. И персональные данные наши не переходили, номера наших карточек не переходили к китайской компартии. Вполне возможно. И тут еще важный момент, потому что пока мы не видим, чтобы это как-то вообще делалось, мы видим, что многие усилия, связанные с ограничением китайской торговой гегемонии, они не то чтобы были остановлены, то есть они не развиваются дальше. Они скорее бы, я бы сказал, подзаморожены. Риторика есть, а относительно действий пока... Но будем надеяться, что заявление Блинкина, который сказал, что Тайвань не сдадут, а потому что для Китая Тайвань – это такой Крым наш, это патриотическая будет прививка, которая похлеще любого файзера, модерна и спутника ВИ. И, конечно же, их партия, особенно нынешнее сейчас руководство, которое, в отличие от уже Дэн Сяопина, который был автором китайских реформ, оно настроено таким ястребиным образом, и Си Цзиньпин, в общем-то, превращается в такого, ну, точно не Иосифа Виссарионовича, но такого Иосифа Виссарионовича 21 века, потому что он уже хочет править больше 10 лет, он себя обнулил, как вот другой тоже такой недо Иосиф Виссарионович по соседству. Но важно, что, кстати, в Китае тут планируется праздник, анонсировано проведение массовых, тематических, агитационно-просветительских и других мероприятий, посвященных отмечаемому в текущем году столетию Коммунистической партии Китая. Что ж, поздравлять не будем. Ну, и главное, что китайский учить не придется, слава богу. Да, да, но я же говорю, мы поздравлять не будем. Переходим пока к следующей части пульса дня. К границам Украины стянуты кремлевские войска, как на это реагирует мир и каким может оказаться завтра, если угроза большой войны, поговорим об этом после короткой паузы. Субтитры создавал DimaTorzok